В таком формате судебные приставы провели рейд по должникам впервые. Последним практически некуда было скрыться, за ними следили из специализированного автомобиля. Обычный УАЗик оборудован камерой, которая считывает номера проезжающих машин и сверяет их с базой приставов. Данные о должнике по рации передаются на пост, где дежурят сотрудники ГИБДД, приставы и представители налоговой инспекции. Как правило, у таких должников есть еще задолженность, кроме той, которая находится на исполнении у приставов, и чтобы уже в полном объеме погасить задолженность, мы приглашаем должников к нам в инспекцию. Специализированный автомобиль один и фиксирует госномера только тех машин, которые движутся в одном направлении. Встречную, неучтенную полосу дорожные полицейские контролировали самостоятельно, опираясь на опыт и чутье правоохранителя. Старший лейтенант Дрёбин, документы, пожалуйста, ваши. Владислава Николаевна. Александр Николаевна. Сами судимы приставы рейд проводится. Пройдите, пожалуйста. Данные ваши проверят. Однако острый глаз сотрудника ГИБДД все же наметан на нарушение иного характера, а потому в части выявления долгов иногда давал осечку. Чисто. Тем не менее, в ходе рейда удалось побеседовать с более чем 30 должниками. Кто-то отдавал деньги на месте, кому-то предписывали явиться в службу приставов, были и такие, на чье имущество наложили арест прямо на дороге. Сейчас мы будем накладывать арест на магнитолу, пионер. Девушка, вы свет выключите. Должник, которая не будет превышать тысячи тысячи. Тысячи проведем потом отсюда. За ответственностью статьи 87.1, 87.2. Должник имеет право в 10-дневный срок провести самостоятельную реализацию уничества, которое не превышает 30 тысяч. Количество наложенных арестов 6. Это два автомобиля, три сотовых телефона. Сумма изъятых денежных средств у должников 70 604 рубля 81 копейка. Составили два протокола административных по алиментам. Арестованное за время рейда имущество приставы оценили в 66 тысяч рублей. Этим рейдом правоохранители, понятное дело, не ограничатся. Подобные мероприятия продолжатся, поскольку практика показывает их высокую эффективность, отмечают в ведомстве. Добровольно к нам, к сожалению, редко кто приходит, поэтому приходится проводить такие мероприятия, целью которых является выявление, привлечение, взыскание на месте, вручение требований, в общем, исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе. Один из самых простых способов избежать встречи с приставами прежний. Не делать долгов вовсе или оплачивать их своевременно. Если же этого сделать не удалось, нужно быть готовым к описи имущества, блокировке банковских карт, невозможности выехать за границу и иным малоприятным мерам воздействия. Каковых в распоряжении приставов предостаточно.